Пару дней назад мне исполнилось 20 лет. Можешь дать три главных жизненных совета для молодых парней вроде меня. Первый. Не позволяйте маленьким трагедиям определять вашу жизнь. Когда вам 20 лет, в вашей жизни будут происходить перемены, которые вам будут казаться судьбоносными. У вас будет складываться впечатление, что после того, что произошло, ваша жизнь уже не будет такой, как вы хотели. Якобы это событие, которое может сломать вам жизнь. Оно может заключаться в чем угодно. Может быть, у вас будет какое-то горькое расставание с девушкой. Или, может быть, вам не удастся поступить в университет, в который вы хотели. Или, может быть, вы потеряете какие-то деньги. Если они у вас сначала появятся, а потом вы их потеряете. И вот мой вам совет – не наделять это событие слишком высокой ценностью. Потому что 20 лет – это очень юный возраст. И после этого возраста у вас еще будет огромное количество шансов изменить свою жизнь, направить ее в то русло, в которое вы хотите, чтобы она двигалась. Даже если на пути к заветной цели у вас будут происходить какие-то передряги. Это то, что я бы хотел услышать в 20 лет. То, что я понял через собственные ошибки. Не в последнюю очередь благодаря тому, что оказался сильнее этих своих ошибок. Поэтому это, наверное, главный совет. Потому что у вас будут эти горькие моменты, когда вас будут посещать страшные мысли, когда вам будет казаться, что все, вы совершили фатальную ошибку. Может быть, какой-то скандал вокруг вас разразится. Может быть, там будет опубликована какая-то информация про вас, которая вам не нравится. Вот переживите это. Это не определит вашу жизнь. Ваша жизнь будет прекрасной, ваша жизнь будет интересной, даже если вам придется ее кардинально в какой-то момент менять. Я вам это обещаю. Как человек, мне почти 40 уже исполнилось, у меня было несколько жизненных этапов, которые между собой практически не связаны. Перемены, которые происходили вот таким вот образом. И каждая из этих перемен давалась мне с трудом, но при этом открывала какие-то новые горизонты, новые возможности. И сегодня я, в том числе самые тяжелые события в своей жизни, воспринимаю как интересную историю, которую здорово рассказать друзьям, которую здорово вспомнить. И от боли не осталось уже вообще ничего. Остались только смешные анекдоты. Это первый совет. Второй совет, который я хотел бы вам дать. Не старайтесь прожить жизнь начисто. Начисто прожить жизнь не получится. У вас будут ошибки, будут очень серьезные ошибки, но жизнь от этого менее клевая быть не перестанет. Второй совет. Меньше бойтесь, извиняйтесь вместо того, чтобы спрашивать. Когда общаетесь с посторонними людьми, когда в ситуации, в которой вы можете получить какую-то возможность, вы удивитесь тому, насколько расширится ваше пространство, если вы будете меньше спрашивать и больше делать. Это совет, который я бы хотел, чтобы мне так же дали в 20 лет, потому что я очень долго пребывал под иллюзией, что нужно получить разрешение на что-то в самом абстрактном смысле, либо разрешение, либо одобрение. И избавился от этого очень вредной такой интровертной привычки, когда начал заниматься фотографией. У меня был период, совсем когда мне было 23 года, когда у меня была большая камера, тогда это очень было популярно. Я, значит, ходил, пытался заниматься какой-то уличной фотографией. И это совет, который мне дал один успешный знакомый. Он сказал, что... Я спрашиваю, как ты такие классные фотографии делаешь на улице? Вот типа, как тебе это удается? Он сказал, никогда не спрашивай, можно ли кого-то сфотографировать. Ты фотографируешь, если кому-то что-то не понравится, он к тебе подойдет, ты удалишь фотографию, либо сделаешь вид, что ударишь, и пойдешь дальше. Потому что если ты спросишь человека, то ты никогда не получишь тот кадр, который ты хочешь получить, который ты мог бы получить, если бы просто его сделал. И это совет потрясающий, на мой взгляд, проницательный и масштабируемый до других сторон жизни человека. Меньше спрашивайте, больше делайте. Не нужно ждать разрешения на что-то. Ни в коем случае не призываю вас нарушать чужое личное пространство, ни в коем случае не призываю вас нарушать закон. Но вот в рамках допустимого, да, делайте все, что считаете нужным. Не ждите, что вам на это дадут разрешение, потому что, во-первых, не дадут, скорее всего. Во-вторых, вы таким образом парализуете свой потенциал. Это второй важный совет, который я хотел бы получить. Третий, последний. Никогда не ждите благодарность. Цените чужую благодарность. И учитесь сами быть благодарными. Всегда на добро отвечайте добром. Если вы будете следовать этому правилу, вы спустя некоторое время окружите себя порядочными, хорошими, надежными людьми. И это будет ваш самый ценный в жизни актив. Людей, которые следуют этому правилу, вот из этих трех частей, на свете очень мало. Но если вы их найдете, а вы их найдете путем чередой ошибок. Если вы их найдете, это всегда будет обеспечивать вам очень сильный тыл и послужит трамплином на огромном количестве совершений. Это то, как я всегда собирал свою команду. Это то, как я собираю свой круг друзей. И то, как я его формирую. И обратите внимание на эти три части. Первое – это не ждите благодарности. Совершайте поступки только потому, что вы считаете подобные поступки справедливыми. Это очень важная часть моего совета. Если вы будете ждать благодарность, то вы таким образом позволите ненависти себя съесть изнутри в случаях, когда вы ее получать в ответ не будете. И вы превратитесь вот в того человека, который постоянно всех упрекает в том, что он что-то сделал, а это не оценили. Не будьте этим человеком. Это оттолкнет от вас хороших людей. Поэтому первый совет – это не ждите благодарности в свой адрес. В жизни очень много неблагодарности. Подавляющее большинство людей не ответят вам взаимностью на благородный поступок. К этому нужно быть готовым и не позволяйте таким ситуациям выводить вас из эмоциональной стабильности. Второе – это учитесь быть благодарными сами, когда кто-то совершает вас в ваш адрес. Порядочный поступок, когда вам помогают, когда вас по-настоящему поддерживают. Обращайте на этих людей внимание и старайтесь помочь им взаимно. Не из чувства долга. Не из чувства, что вы таким образом хотите человеку выплатить долг, ответить взаимностью. А потому что очень здорово, когда рядом с вами добивается успеха человек, который в ваш адрес позволяет совершать себе благородные поступки. И помогая ему подниматься, вы таким образом возвысите и себя, в том числе не в эмоциональном смысле, не в этическом смысле, а в смысле, что вы уже знаете, что этот человек вам готов помочь в трудную минуту. Вы уже знаете, что этот человек вам готов протянуть руку. А раз так, его успех будет и вашим успехом в том числе. Поэтому на благородные поступки учитесь быть благодарным тем, кто совершает ваш адрес. Благородные поступки. И помогайте таким людям в трудных ситуациях тоже. И даже не в трудных ситуациях. В ситуациях, где вы чувствуете, что ваша помощь может сыграть в их жизни какую-то важную роль. Самый простой пример. Сводил разных своих знакомых друг с другом, когда чувствовал, что вместе у них получится такая классная синергия, что они добьются успеха. И они добивались успеха. И потом, через какое-то время, став успешными людьми, я вдруг обнаруживал, что они помогают и мне в какой-то ситуации, где видят, что протянутая рука мне поможет добиться каких-то целей. Вот это вторая часть моего совета, моего третьего совета. И последняя, третья часть третьего совета. Совершайте бескорыстные, благородные поступки в адрес людей, которых вы проверяете. Вам это будет стоить не очень многое. И подавляющее большинство людей, в чей адрес вы будете эти бескорыстные поступки совершать, вас подведут. Плюнут вам в спину, оскорбят вас, предадут в какой-то момент. И в этот момент закрывайте перед ними дверь. Не мстите, не упрекайте их в чем-либо, а закрывайте перед ними дверь. Это очень важный элемент собственного личного достоинства, если угодно. Я всегда знал, что моя компания, мой круг общения, я сам, это потрясающий актив. Со мной интересно, со мной здорово, а я, дружба со мной, она помогает достигать каких-то личных целей, очень многим помогла. Я это про себя знаю. И самое, если кто-то настолько готов продешевить, что ради какого-то укола этот человек готов разорвать со мной отношения, да, я это воспринимаю как выгодную сделку для себя, потому что я таких людей в своем окружении иметь не хочу. Совершайте бескорыстные поступки в адрес людей, которые вы хотите проверить, и это позволит вам очень эффективно отметать тех, кто отравит в будущем вашу жизнь. Самый простой пример, я очень легко даю знакомым в долг те суммы, которые я могу себе потерять. И в 100% случаев, когда я даю сумму в долг, я готов, что мне ее не вернут. Я только в этом случае в долг даю. Но даю достаточно легко. И после этого я никогда не напоминаю о деньгах. Если человек мне деньги не возвращает, ну, то есть я могу напомнить в каком-то контексте, если все нормально, если я чувствую, что человек забыл, могу напомнить, окей. Но никогда не буду бегать за человеком, никогда не буду его упрекать в том, что он деньги не вернул. Речь не про рабочие отношения, речь именно про долг. Рабочие отношения другая тема совершенно. Если по рабочим отношениям человек обманывает это, нужно на публику выводить и обязательно об этом рассказывать. Но если вы дали человека в долг по дружбе, то я это в публику не вношу. Я себе делаю просто заметку. Человек не вернул долг. Все. Это мое отношение к этому человеку поменяется навсегда. Этот человек больше никогда не окажется в моем ближайшем кругу. Я считаю, те деньги, которые я таким образом потерял, мне много долгов в жизни не вернули. Но я считаю, это очень небольшая цена за то, чтобы вывести этих людей и, во-первых, идентифицировать этих людей, во-вторых, вывести этих людей из своего ближайшего круга, потому что это делает мою жизнь стабильнее и мой ближайший круг надежнее. Вот это мой совет вам, молодому парню. Простите, что так долго, потому что я редко это формулировал, но мне кажется, я сформулировал три, и третий совет был трехсоставной, три очень годных совета, совета, которые я хотел бы получить. Если вы им будете следовать, я думаю, ваша жизнь удастся. Спасибо. Антон спрашивает. Миша, очень круто ответил на вопрос про совет для 20-летних. Мне 30 лет. Есть ли какие-то советы для людей моего возраста? Спасибо. Ой, ну, это просто возраст, на который мне сложнее ответить с высоты своих лет, потому что я пока еще, очень недолго остался, но пока еще сам в ряду 30-летних состоял. Что-то из своих ошибок потранслировать, наверное. Не откладывайте на завтра какие-то решения, которые вы можете сделать сегодня. Вы об этом пожалеете. Просто даже пожалев об этом, не позволяйте этому определить вашу жизнь, а просто продолжайте исправлять эти ошибки в будущем. Да, берите на себя больше рисков. Как только у вас появляется возможность реализовать какой-то проект, который вам интересен, как в личной жизни, там, завести ребенка, семью или в профессиональной деятельности, хватайте за эту возможность. Лучше раньше, чем раньше. Даже если вам кажется, что вы к этому не готовы, даже если вам кажется, что можно подготовиться лучше, не нужно пытаться, это тот же самый совет, видите, но чуть более модифицированный, не нужно пытаться прожить жизнь начисто. Не получится, начисто не получится. И нажать кнопочку save, чтобы потом вернуться к предыдущему моменту жизни и попытаться его как-то пережить заново, у вас тоже не будет. Время конечно. И если у вас открывается возможность сделать что-то здесь и сейчас, делать это здесь и сейчас. В будущем вы гораздо больше будете шлить о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали.